Перед человеком всегда стоит выбор, на чем сфокусировать внимание и как использовать свое время. И так как с приходом лета он все чаще останавливается на мысли об отдыхе, расслаблении, веселье, я решил, что самое время поговорить о творческой самодисциплине и о том, как не закинуть свои проекты в самый темный угол с приходом лета. Само по себе творчество — это хаос и беспорядочный процесс, свобода мыслей и сдерживающий обруч самодисциплины кажется ей не к лицу. Но так ли это? Безусловно, идеи не любят рамок и давления, однако процесс реализации идей требует контроля и дисциплины, так как умение доводить дела до конца напрямую связано с упорством и настойчивостью. Масима Вигнелли однажды сказал, «Мы все движемся из пункта А в пункт Б, а вот как и когда мы туда доберемся, это уже забота кондуктора». Так что для результата недостаточно только мечтать, нужно действовать целенаправленно. Итак, мы выяснили, что творческим людям необходима дисциплина. Но основная сложность в том, что она не присуща человеку от рождения, и ей нужно учиться. В основном через отказ от своих слабостей. Но вся прелесть в том, что при регулярном повторении дисциплина превращается в привычку, а ей вам уже не придется противиться. Наша внутренняя энергия не бесконечна, и если ее не направить в верное русло, нам однажды может просто не хватить упорства. Творческой личности нужно уметь не только находить новые идеи, но и управлять ими так, чтобы они превращались в готовый продукт, а не оставались просто мечтами. Поэтому действовать нужно с самого начала. Даже если нет сроков, их нужно для себя создать. Распланировать график и установить временные рамки. Ввести удобную систему заметок, а также разделить дела на главные и второстепенные. Начинайте планирование с ресурсов, которых часто не хватает. Времени, денег и рабочей силы. И чем четче вы определите стоящую перед вами проблему, тем больше полезных ограничений вы обнаружите. Конечно, при скудном бюджете и недостатке времени вам не стоит ожидать звезд с неба. Но главное, чтобы вы понимали, что действовать нужно прямо сейчас. Отсутствие дисциплины может очень негативно сказаться на здоровье человека. Из-за постоянного откладывания дел на потом у него может развиться негативное чувство, которое никак не проходит и выбивает из равновесия. В психологии это явление получило название прокрастинации или откладывания. Но вам не придется с ним бороться, если вы не будете идти на поводу у Лени и заведете для себя подходящие мотиваторы. Подталкивать себя к действию можно и визуально, окружая свое рабочее пространство мотиваторами в виде постеров, разноцветных стикеров с заданиями и вдохновляющими фразами, обоями на рабочий стол и прочим. Эстетическое удовольствие играет пусть небольшую, но важную роль в самоконтроле. Рабочие принадлежности тоже должны вас привлекать. Карандаши, бумага, ручки, папки – все должно быть удобным и кричать «Возьми нас в руки» и приступай к работе. Итак, подведем итог. Дисциплина – это не просто способ сэкономить время и энергию, это одна из составляющих успеха. Она позволяет быстрее двигаться к цели, отделить важное от второстепенного и вызывает в нас чувство ответственности за себя и свою работу. Главное – найти баланс между структурой и импровизацией, между дисциплиной и спонтанностью, чтобы в итоге вы не просто достигли цели, но и насладились процессом. Мыслите продуктивно. До встречи!